ОЧЕРК ПОВЕРХНОСТИ Ну, перейдем к первой задаче. У нас дано проекция сферы на горизонтальные плоскости. Необходимо построить три проекции. Очевидно, что здесь будет у нас, в нашем случае, что это? Это будет та же сама окружность. И окружность такого же радиуса, каким является проекция здесь на горизонтальной плоскости. Изобразим эту окружность. Ну, сначала померим, какая она имеет, какой радиус здесь. 45 мм. И таким же радиусом изобразим окружность на фронтальной плоскости и на профильной плоскости. Проекции мы построим. У нас еще имеется линия А, В, С. На горизонтальной плоскости, когда мы на нее смотрим, то мы эту линию видим целиком. Это очень важный момент. Поскольку это означает, что эта линия, она вся видимая, значит, она находится до экватора. Значит, на фронтальной плоскости эта линия должна быть где-то здесь. Когда мы смотрим на профильную плоскость, то мы смотрим вот здесь, с левой стороны, и видим до экватора кусочек линии А, В, С. Значит, этот кусочек А, В будет видим, а часть, которая дальше, та будет невидимая. Значит, линия у нас будет располагаться где-то здесь вот так. Здесь кусочек А, В будет видим, а В, С будет невидим. Вот это очень важный момент, научиться определять, что мы видим, что мы не видим. А теперь, как построить эти точки. Для построения точек воспользуемся методом секущих плоскостей. Секущих плоскостей. Для этого проведем секущие плоскости через точки А, В, С. И для того, чтобы более точно построить, то еще возьмем секущие плоскости, проведем на дополнительных точках в промежутках. Вот, например, здесь и здесь. На вот этих промежутках проведем еще дополнительную плоскость. Если мы проведем плоскость так, чтобы она проходила через точку А, то это будет выглядеть у нас так. То будет выглядеть так. Ну, давайте построим вот здесь. И эта линия будет у нас горизонтальная. Горизонтальная линия. А теперь проведем еще такие линии через все остальные точки. Ну, я возьму эту линию и ее перенесу. Перенесу в эту точку, в эту точку, в эту промежуточную точку и в эту точку. Вот так. Получили плоскости. Затем проведем линии, которые будут у нас... Да, и прежде чем проводить линии вертикальные, то мы сначала еще подумаем. Подумаем так. Вот эта плоскость у нас рассекла сферу. На фронтальной плоскости мы видим то, что вот снизу, если мы посмотрим, то, что будем видеть, то и будем видеть на фронтальной плоскости. И что же мы там будем видеть? Мы там будем видеть окружность. Какого радиуса? А, вот такого. Давайте даже его померим, эти радиусы. Значит, первый радиус у нас будет вот такой. Это, это, точка. Второй радиус, вот для этой точки, это будет вот этот. Обратите внимание. Какой-то радиус. Не путайте. Некоторые путают, берут вот этот радиус. А дальше, следующий радиус, это вот этот. Затем, следующий радиус, это будет у нас вот этот. Это 45. И следующий радиус у нас будет вот этот. 41. Теперь построим окружность такого же радиуса и сразу будем определять положение точек. Первая точка А. Строим окружность радиуса 21 мм. Ну, чтобы не запутаться здесь в построениях, то будем сразу проводить линию связи. И, очевидно, что у нас получилась одна единственная точка, которая может удовлетворять этому условию. Вот эта точка. Вот эта точка. Вот эта точка А. Дальше проведем здесь окружность следующего радиуса. Это следующая промежуточная точка у нас. Это радиус 33. Радиус 33. И проведем линию связи. Вот из этой точки. Вертикальную вверх. И вот смотрите, у нас здесь есть два варианта, где может быть точка. Она может либо быть здесь, либо может быть здесь. Где она должна находиться. Ну, мы уже с вами здесь смотрели на плоскости горизонтальной и видели, что эта точка должна быть у нас, получается, находиться где. Видимая она будет. Значит, ее место где? Вот здесь, в этом месте. Далее проведем окружность. Следующую радиусу 41 для точки В. И проведем линию связи. Там стоит точка, где В. Видите, линия связи здесь лежит на оси. И тоже вариантов у нас может быть два. Может быть она здесь и здесь. Где? Ну, так же рассуждая, мы установим, что она должна быть здесь, вверху. Затем проведем. Провели. Это точку В нашли. Теперь точку С. Точка С будет находиться у нас на окружности радиуса 45. Окружность радиуса 45 это вот эта окружность. Поэтому проведем здесь линию связи и найдем эту точку, где? Вверху. Вверху. С нашли. Ну и у нас еще есть промежуточная точка. Вот она должна лежать на окружности. Так, стоп. Цель не на этой окружности лежит. Поправим, да. На окружности, на радиусе, радиусом 45 лежит точка вот эта промежуточная. Промежуточная. Проведем ее вверх и поставим здесь точку. Ну а точка С лежит на окружности радиусом 41 миллиметр. Внимательно только. 41. Ну и где у нас? Видите, мешают эти. Мы их поудаляем. Чтоб они нам не мешали. И изобразим окружность радиуса 41 миллиметр. Изобразили. Провели линию связи и поставили эту точку вверху. А, где? Вот и все точки мы построили. Ну, чтоб нам не загромождать чертеж, то лишнее мы удалим. Линии связи все удалим. И теперь соединим. Соединим полученные точки. Значит, ну это будет наше решение. Линия здесь у нас будет вот такая. И мы определили, что она будет видимая до точки вот этой. А эту точку мы не построили. Да, нет, вот она есть. Значит, до этой точки она будет видимая. То есть, она будет идти так, так, так и так. Вот так она будет идти. Построили. А дальше кусочек будет идти у нас пунктирный. Поэтому построим его пунктиром. То есть, он будет выглядеть вот так. Ну, он не хочет у нас быть пунктиром. Значит, надо ему еще задать определяющую точку. Так. И сделаем его того же цвета и потолще. Вот так. Вот у нас получилась проекция линии, которая находится на фронтальной плоскости. Ну, а теперь это же самое надо сделать и на профильной. Ну, чтобы это сделать, то сначала давайте мы подпишем, да, то, что у нас есть, для того, чтобы понимать, какие точки где находятся. Значит, обозначим. Обозначим мы таким путем. Ну, вот эту точку первую обозначим. Это будет точка у нас 1, проекция 1. Эту же точку обозначим сразу здесь. Это 1, проекция 2. Дальше. Вот эта точка у нас будет 2, проекция 1. Вот эта точка вверху будет у нас 2, проекция 2. Ну, и точки обозначим. А, А, проекция 2. Вверху, вот здесь, это Б, проекция 2. Так, ну, и это будет у нас С, проекция 2. Обозначили. Теперь осталось построить точки здесь. Ну, можно их построить по-разному, да. Можно точно так же сделать здесь секущие плоскости. Ну, гораздо проще, наверное, будет здесь сделать как? Каким путем? Просто построить линию связи. Единственное, что надо здесь не запутаться. Вот у нас есть линия С, да, под углом 45 градусов. Проводим линию связи. И далее проводим ее вертикально. Проводим вертикально здесь. И проводим вертикально, горизонтально здесь. И вот мы получим на пересечении точку С. С, но это точка С. Давайте порассуждаем, где она будет, видимая или невидимая. Очевидно, что она будет невидимая, да, невидимая. Поэтому ее сразу и подпишем, да, чтобы мы это знали и не потерялись. А что это будет у нас невидимая, значит, в скобочках С, точка 3, в скобочках, вот так. Подписали. Ну, и я линию связи уберу для того, чтобы здесь не было никакого загромождения. Так, и мы видели то, что нам уже не нужно построить. Ну, дальше точно таким же путем построим точку 2. Точка 2 у нас находится здесь, под углом 45 градусов. Это должна у нас она попасть вообще-то на ось, да, вот если мы правильно проведем. Так, и далее линию связи проведем. Вот она, да, у нас, это точка 2. И из точки 2, вот здесь, проведем горизонтальную линию связи. Где у нас эта точка должна оказаться? Ну, видимо, вот на пересечении, то есть она вот тут окажется, да. Эта точка будет 2. Сразу эту точку подпишем. Поскольку эта точка у нас, она будет тоже невидимая, да. Это будет у нас 2, проекция 3, невидимая. Так, дальше уберем линию связи. И дальше строим точку B. Точка B. Вот она находится. Опять угол 45 градусов. И линия связи вертикально вверх. Линия связи вертикально вверх. И проводим здесь линию связи далее. И вот получаем точку B. Положение точки B. Есть. Подписываем эту точку. Эта точка уже будет у нас видна. Б. Проекция 3. Опять уберем линию связи. Так. Дальше у нас осталась точка 1. Из точки 1 проводим линию связи. Под углом 45 градусов. И линию вертикально вверх. Далее. Горизонтальную линию от точки 1 проводим. На пересечении находим положение точки 1. Подпишем сразу эту точку. Это будет положение. Это точка 1. Проекция 3. Так. И у нас осталась точка A. Вот ее линия связи. Проводим под углом 45 градусов. И проводим вертикально вверх. Дальше. Горизонтальную линию связи. Вот она. И находим здесь на пересечении положение точки A. Подпишем. Вот это будет у нас вот здесь. А проекция 3. Подписали. Лишние линии связи уберем. И вот эти линии уберем. Дальше. И вот эти линии уберем. Ну а теперь осталось нам что? Оформить решение. И подумать. Значит мы от точки 2 до точки A будем все видеть. Поэтому здесь изображаем этот кусочек. Вот так. Вот он. Это видимо. А дальше. Дальше. Второй кусочек. От точки C до точки 2. Это будет у нас невидимый. Ну и сделаем тип линии здесь. Пунктирный. Вот и есть решение задачи. Вот решение задачи. Главное здесь запомнить принцип. Как все это строится. Вот это самое главное. Переходим к задаче следующей. Здесь нам необходимо определить точку пересечения прямой с поверхностью. Значит мы имеем цилиндрическую поверхность. Такой цилиндр наклоненный. И отрезок A, B. Одна проекция. A, B. Вторая проекция. В каком-то месте вот эта прямая будет пересекать цилиндрическую поверхность. Надо найти точку входа и точку выхода. Значит идея какая? Как мы будем решать эту задачу? Заключим мы вот эту прямую, которая есть, в плоскость, которая будет пересекать цилиндр по образующим. И прямая наша будет в этой плоскости. То есть плоскость проведем через образующие и через эту прямую. То есть прямая будет там. Затем на горизонтальной плоскости найдем там, где будет эта плоскость находиться. И прямая, где будет входить, доходить до этой плоскости и выходить. Там будет точка входа и выхода. Ну сделаем это таким путем. Значит возьмем здесь на А, B произвольную точку. Вот она. Обозначим ее С. Проведем через эту точку, прямую, параллельно образующей, до пересечения с осью. То есть она параллельно образующей. Точка эта, назовем ее С. Отпишем. Это будет С проекция 2. Построим эту же точку на горизонтальной плоскости проекции. Вот С, линия связи. И вот здесь будет сама точка. Построили. Значит подпишем. Это будет у нас С проекция 1. Есть. Дальше. Построили линию параллельно образующей. Дальше. Теперь построим эту же линию на горизонтальной плоскости проекции. Значит она у нас будет идти как? Тоже параллельно образующей. Да. Вот отсюда начинаться. И параллельно образующей. Почему так? По построению нашему. Теперь найдем. Найдем где будет след этой прямой. Очевидно, что эту прямую мы продлили до линии пересечения плоскостей. Здесь будет один след. Его будет фронтальная проекция. А сам след будет находиться вот здесь. Эта точка будет у нас след. Обозначим. Значит это будет точка М, совпадающая со своим следом М1. Это будет М, совпадающая со следом, в проекции следа М1. Построили. Одна точка у нас есть. Но у нас есть еще вот она, тресок АБ, который лежит тоже в этой плоскости. Найдем и его след. Где он будет? То есть продлим до пересечения с осью. И здесь продлим на горизонтальной плоскости. А след один будет на фронтальной здесь. На горизонтальной он будет здесь. И вот эту точечку отметим. Эта точка получился второй след. Обозначим его. Это будет у нас Н, совпадающий со своей проекцией Н1. Теперь смотрите. Мы имеем два следа, которые лежат в горизонтальной плоскости. Значит, соединяя вот эти два следа, мы получим линию пересечения плоскости, которую мы создали, которая параллельно образующим. И эта линия у нас будет пересекать основание нашего цилиндра, которая тоже лежит в этой плоскости в точках. Одна точка и вторая. Теперь проведем через эти точки линии параллельно образующим до пересечения с верхним основанием. Раз. И вторая линия вот отсюда до пересечения с верхним основанием. Два. Провели. Значит, эти точки мы найдем здесь, на верхнем основании. Одна точка и точка вот здесь будет вторая. Если мы соединим эти точки на верхнем основании, то у нас должна получиться вот здесь прямая, параллельная той, что у нас была вот здесь в основании, да, в нижнем основании. И вот смотрите, что у нас есть. Вот она у нас есть, плоскость. Значит, давайте я эту плоскость выделю, чтобы вы понимали, о чем мы говорим. Вот она будет. Вот эта плоскость, синенькая. Как вы помните, наша прямая, вот ее проекция горизонтальная, она лишит в этой плоскости, да. И вот смотрите, отрезок наш идет, идет, дошел до границы плоскости. И что дальше будет. Вот это там точка, где он вошел в плоскость. А вот тут точка, где он вышел с плоскости. Поэтому мы сделаем следующее. Можем сделать вывод. Что это будет точка входа и точка выхода. Поэтому здесь мы должны изобразить уже пунктирную линию, да, пунктирную. Вот это наше решение будет здесь. Это пунктирная линия. И обозначим, что это линия пунктиром. Вот она. То есть она здесь вошла в цилиндр, дальше невидимая. Но это еще половинка решения. Давайте порассуждаем следующее. Следующим еще. Что? Линия-то выйти вышла, да, вот здесь из цилиндра. Но этот кусочек, мы его не видим, да, он не видим. Потому что он за поверхностью цилиндра находится. Поэтому, значит, мы здесь должны отодвинуть этот кусочек вот так. А вот этот подвинуть, наоборот, сюда. То есть пунктирная линия идет до этой точки. Хотя точка входа находится здесь. Ну и теперь давайте обозначим, да, эти точки, которые мы получили. Вот точка входа-выхода здесь находится. Одна. И точка входа-выхода вторая находится вот здесь. Обозначим полученные точки. Ну, например, эту точку обозначим там. К, проекция 1. И это будет там, L, проекция 1. Обозначили. Очевидно, что эти точки должны присутствовать и здесь, да. Поэтому проведем линию связи. Вот она получается одна. Так. А вторая получается вот так. Ну, а где тут будут эти точки? Вот они, да. Вот она одна. А эта точка здесь. Это говорит о том, что точка, она за пределами находится, да. За пределами цилиндрической поверхности. Ну, обозначим эти точки. Вот эта точка у нас была L. Значит, это и будет у нас L, проекция 2. Обозначили. И теперь, что будет у нас видимо-невидимо. Очевидно, что невидимо будет вот этот кусочек, который находится внутри, да. Внутри. Поэтому здесь мы вот в этом месте разорвем. И вот здесь, в этом месте поставим кусочек красный. И сделаем его пунктирным. Все. Задача решена. На этом на сегодня все.